Жизнь облегчит труд землепашцев. И мы не только научились водить трактор, но и организовали первую в стране женскую тракторную бригаду. Помню, как бесновались тогда кулаки. Не любая им была машина. Они каркали, не пойдет у вас трактор. А он пошел. Работали мы задорно, крепко, честно. Работали так, что труд наш был отмечен. Москва. Осень 1935 года. Наша бригада в Кремле. Президиуме товарищи Сталин и Молотов. Впервые я видела того, кто ведет наш народ к светлому будущему. Началась вторая пятилетка, и товарищ Сталин советовался с колхозным народом, как нам добиться самых высоких урожаев. Дали слово и мне. Стою на трибуне, волную страшно, говорю о своей работе. Слышу, Иосиф Виссарионович обращается ко мне, направляя мою мысль. Кадры, Паша, кадры. И посоветовал смирее выдвигать молодежь. А потом в перерыве он и его соратники фотографировались и беседовали с нами, как с добрыми старыми знакомыми. Никогда не забуду этот день. Новые горизонты и ясную цель открыла нам встреча с любимым вождем. Надо было еще глубже изучать свое дело. Добиваться того, чтобы наши машины работали на полную мощность, чтобы из года в год росла посевная площадь колхозов, увеличивался урожай. Сталинский наказ о кадрах не забывали мы ни на минуту. Обучая других, мы учились сами. Сорок первый год. Мы покидали родные места, уводили и увозили с собой все, что могли. В Казахстане, на полях колхоза имени Буденова, наша бригада работала, выполняя наказ родины. Больше хлеба фронту и стране. Дружной семьей мы работали, не зная усталости. Мы выращивали и собирали военные урожаи. Хлеб был нашим оружием в войне. По следам войны шла жизнь. На освобожденной земле мы запахивали воронки от снарядов. Страна требовала от нас посеять и собрать урожай. Возродить былое колхозное изобилие. В засушливом сорок шестом году, выполняя взятые на себя обязательства, мы собрали высокий урожай. Сто двадцать пудов пшеницы с гектара на площади в четыреста двадцать пять гектаров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...